Друзья, всем привет! Сегодня мы будем осматривать, разбираться, что это у меня за гаджет такой в руках, который вызывает у вас интерес, что мне очень радует. У меня в самом вызывает интерес, потому что хочется трогать и крутить постоянно эту штучку. Мы сегодня разберемся, что это, во-вторых, как она подключается, в-третьих, как она обучается, в-четвертых, как она заходится в настройки и режим программирования. И пятое, я расскажу вам о том, что у них бывают две версии, одна просто джойстика, вторая джойстик для e-carplay, два в одном для автомобилей с проводным carplay. Просто втыкаете и поехали, и крутите, и наслаждаетесь этим тактильным эффектом. Ну так, не буду вас задерживать, поехали! Итак, сам блок, он весит где-то грамм 400, да, Олег? Да. У него Type-C вход, он по нему у меня сейчас заряжается, работает как от провода, так и от батареек, внутри которые находятся, и производитель заявляет, что до двух недель. Основная фишка это вот эта колеечка. Как оно щелкает и крутится, это прям... Бывает двух цветов, золотой и серебряный. Ок. Дальше. Три рабочих стола. Переключается двойным вот так нажатием. Первый. Ну, Android функции, да, влево-вправо, выключить, назад, хоум-меню. Второе. Это мышка. Надержим долго и начинаем крутить. У вас на экране должен появиться курсор. Третье. Это управление процессором, громкость и выбор входа. Так, я думаю, что нужно оставить, еще добавить, попросить завод, чтобы они сделали выбор пресета. Потому что вот эта штука управляет процессорами RedPower, порциусами. Ну и четвертое окошко, это, соответственно, сам плеер. То есть, вы слушаете, переключаете треки, нажимаете play, паузу. Далее. Что здесь еще есть? Видим сенсор в углу сверху. Это сенсор освещенности. То есть, день, ночь. По нему регулируется яркость. И сенсор переключения треков с жестами. Пока у меня не очень получается. Потому что надо делать. Это красиво. Давайте попробуем. Так, сейчас включу музыку. Музыки у меня нет, потому что мы с вами нащелкали источник. Так, по оптике пошел звук. Мы его убавляем. Шаг вот этой штуки тоже можно настраивать. Так, ну давайте попробуем. Оп, получилось. Короче, тут надо иметь навык. У меня не... О, получилось. И пауза еще как-то бошу так сделал. О, получилось. Получается. В общем, если... То можно переключать вот так. Вот. Но... Самая дорогая штука, не дешевая. Вот это вот колечко. Потому что она в подшипниках тяжелая, металлическая. Очень красивая, очень тактильная. Конечно, приятная. Это приемник. Дальше. Ну, точнее, контроль. Лер. Они связываются с блютусом. По блютусу вот с этой вот коробочкой. Вот видите, он мигает. Вот у него антенка. На нее подается питание, соответственно. Красный на АЦ, черный на землю. И у нее есть провод K1, K2. K1, K2 мы соединяем с головным устройством. Если у вас это головное устройство. Либо мы... В данном случае я связываю с CarPlay источником серии Crystal. Так, соединили. И дальше второе. Наш UART кабель уже всем знаком. Наша ваша фишка. Уходит в процессор. Одна часть. В разрыв. Вот. И вторая в разрыв идет либо в головное устройство. Если у вас башка. Либо у вас идет в плеер. Если плеер. То есть мы в разрыв вонзили вот эту штуку. Мы дали питание. Мы подключили ее к процессору и к источнику в разрыв. Чтобы контролировалось для чего. Кто подскажет. Для того, чтобы сигнал чистой оптики не регулируется. Мы сейчас крутим громкость процессора. А не громкость самого устройства. Ну и все. Дальше вы залетаете в настройки. Сеттингс. Вашего головного устройства. В данном случае это сейчас плеер. Заходите в кнопки обучения руля. И обучаете как обычные аналоговые кнопки. То есть все очищаете. Нажимаете старт. Громкость плюс. Мы делаем вот так. Крутим. И смотрим на экран. Пока до щелчка реакция не произошла. Она вот галочка прописалась. Громкость минус соответственно. Здесь мы прописали кнопку домой. Меню. Бэк. То есть все как положено. Можно назначить какие-то свои приложения. И прописал я вот эти стрелочки. На втором. Здесь ничего не прописывал. На этом окне я прописал кнопку перелистывания треков и паузы. Ну собственно и все. Дальше мы сохраняем. Выходим. И начинаем пользоваться. Если вы приобретаете с карплеем или не знаю как видите. Вот так может она. Я на этом рабочем столе. Так не работает. Вращая шайбу мы перемещаемся как бы по меню. Ну и зайти в ок. Вот файл менеджер я открыл. То есть какое-то управление. Так теперь мы меняем. Допустим громкость. Сейчас убавлю. Или просто выключу звук. Вот. То есть мы можем перемещаться. Что позволяет заходить в музыку. Снимать чистейший сигнал. И контролировать громкость процессора. Таким образом. Так. Теперь важное. И показ для меня сложное. Что я еще не освоил. Третья часть. Это настройки самого джойстика. То есть вот так вот удерживаем. Экран долго. И попадаем в меню настроек. Это я видео еще паузу нажимал. Держите дольше. Здесь смысл какой пароли. Один, два, три, четыре идет секция. Так вот пароли экстра настроек. Четыре четверки. Три тройки. И одна двойка. Вот. И здесь тоже другие настройки. Пока это все на китайцем. Но я на китайском. Но я почему хотел видео снять. Полезное я вам задерживал. Пойдемте посмотрим эти настройки. Итак. Попадая на основной экран. Мы видим версию прошивки. Собственно. Регулировку яркости. В дневное и ночное время. Прописано. Вот значение. Да. Вы ставите звездочку. У меня не работал. Выбор source кода. У меня оказывается там звездочку нечаянно поставил. А это выбор источника звука фиксированный. У меня не переключалось. Звездочку снял. Началось переключаться. Internal Volume Display. Сброс на заводские. Nighttime Brackless. Brightness of Lightstrip. Этой полоски яркости. Короче. Здесь настройки яркости. Как работает. После ввода пароля вы проваливаетесь в такую штуку. Вот это пока не очень понимая. То есть если шайба не регулирует громкость. То залетаем сюда через пароль. Который мы с вами озвучивали. И выберем. Видим. Если выставляем 0 Original Side. Короче. Черт ногу слоит. У меня единичка стоит. Заработала. Здесь. Buick Volume Alpine DSP. Это. Видать. Шайбу писали под Alpine DSP. Поддержку. Процессоров Alpine. И чтобы в машине Buick работала. А также системный Bluetooth. В общем. Я не очень понимаю. Я думаю. Что это для более богатой версии. Которую мы сейчас рассмотрим. А здесь выставляется язык. Так. А что же у нас там за богатая версия. Сейчас. Секунду. А богатая версия. Это в эту же чашку. Встраивают вот такую коробочку. Carlink. AIbox. Carplay. Адаптер. Короче. Смысл его какой. В тачке. Где нет. Есть Carplay. Проводной. Втыкается коробочка. И у вас там полноценный Android раскидывается. Так вот. Вот эту штучку. Сюда встроили. И получилось два в одном. Мы видим заявленные характеристики. О том. Что цвета шайб. Luxury Style. В принципе. Как это работает. И как подключается. Да. И как раз мы видим. Что вот они представляют рекламу. Ставить в симку. Можно USB. SD кар. То есть. Как раз вот то. Что в эту штуку. Вот эту штуку внедрили. Вот. Ну. В принципе. Прикольно. Машина. Если бы меня ВБХ была с Carplay. И ничего. Нет. Или китайская тачка. Я хочу Carplay. Я бы с этим джойстиком познакомился. И можно поставить. Кстати. Процессор. Снять звук. И его крутить этой шайбой. Вот так вот. Господа. Такая вот штука. То есть. Первое. Это прежде всего. Джойстик. Контроля громкостью. Процессором. Второе. Он подключается по Bluetooth. Между собой. Протокол. И дальше. Он. Подключается к головному устройству. Через K1, K2. И обучается посредством аналоговых кнопок. Через обучение. У нас видео уроки есть. Третий момент. Он вставляется в разрыв у арт-порта. И начинает уже контролировать громкость процессора. самого RedPower на чистой оптики. Четвертое. Я вам показал как им пользоваться. Пятое. У него есть сенсор встроенный. Что можно махать. Там что-то реагировать на ночь. И днем. Регулировка яркости. Я вам показал шестое. Пароли. Как туда попасть. И седьмое. Я показал вам кратко меню. Что оно может. Вот так вот. Освоил я эту шайбу процентов на 90. И в принципе на этом видео наверное стоит закончить. Так что если будут у вас вопросы. Задавайте. Я вам ее озвучу. Сколько стоит. Просил дешевую цену. Не дают. Потому что говорят. Братан извини. Вот эта железка крутится. Которая кайфово. Она стоит денег. Поэтому где-то джойстик будет в районе 20 тысяч рублей. Скорее всего. Стоит. Не знаю. Надо подумать. Как акции там. По-братски. Вот. Если с Android модулем. То это получается цена где-то дважды. То есть это в районе 40 тысяч рублей. В общем. Да и все. Спасибо. С вами был я. Скоро ждите разговоры. Про новую серию головных устройств.